Продолжение следует... Наша кандидатура одобрена была губернатором Краснодарского края и поддержана высшим советом партии «Единая Россия». Потому что именно и этот человек персонально, и эта партия сегодня несут персональную ответственность за то, что происходит. И за удачи, и за неудачи. У нас должна быть только удача. Потому что если у нас будет неудача, то это уже будет история не про нас. И это справедливый подход. Я вам обещаю, как глава района, до тех пор, пока я буду трудиться в районе, я буду помогать, как помогаю сегодня, буду помогать каждый день, каждый час, каждый месяц, каждый год. Для того, чтобы все, что мы с вами наметим, было реализовано. В чем я не смогу вам помогать, так это в подметании двора, в уборке мусора, в побелке. Вот тут точно не смогу. И не буду. Потому что исключительно считаю это делом местного населения, актива, администрации. От организации этого процесса до картинки, которую вы нарисуете в поселке Псибай. И здесь у вас есть системные проблемы. И примером тому является прошедший год. Мы обязательно поговорим с вами отдельно с участием тех людей, которые, на мой взгляд, обязаны были этим заниматься в Псибайском городском поселении. Что не получилось, тоже проанализируем. Для меня этот анализ очевиден. Я поделюсь с вами своими впечатлениями. Расскажу, как надо поступить. А дальше все в ваших руках. Уважаемые псибайцы, уважаемая глава Псибайского городского поселения. Не все так плохо, может, как я тут накручиваю, да? Но тем не менее, вы должны понимать, что я-то хочу, чтобы было намного лучше. Поэтому давайте все вместе, дружненько возьмемся за дело. Времена сейчас непростые. Абсолютно непростые. Мы с вами сидим в теплом, уютном зале. А часть моих коллег сегодня, вместе с жителями, которые участвуют в проекте своих непростая, занимаются формированием очередного груза бойцам специальной военной операции. В том числе и нашим с вами, и прежде всего, нашим с вами землякам. Я хочу вас искренне всех поблагодарить, кто участвует в этом проекте. Светлана Ивановна Силютина сегодня здесь у нас в зале? Нет, да? К сожалению, нет. Она участник автопробега, посвященного непокоренному Кавказу. С Владимиром Геннадьевичем Асовским делает большой военно-патриотический пробег. Хорошую, большую, яркую работу. И тоже все то, что было сделано до этого. И, конечно же, я хотел бы ее поблагодарить, потому что именно Совет ветеранов стал той структурой, которая аккумулирует денежные средства, которые вы перечисляете. И еще раз хочу подчеркнуть, у нас нет дополнительных людей. 10 миллионов, более 10 миллионов ваших средств, уважаемые жители, в том числе и ваших средств. Моих коллег, администрации, которые ежемесячно перечисляют однодневный заработок. И сделали для себя это почетной обязанностью. Более 10 миллионов собрано, приобретено специальное военное оборудование, квадрокоптеры, различные устройства и приборы ночного видения. И что мы только не покупали за это время. И одежда в начале пути. И, конечно, уже специальное оборудование, когда уже в войсках стало получше со снабжением, когда подразделения начали дислоцироваться уже более или менее не перебазируясь. И я хочу попросить вас каждый день, приходя на работу, помнить об этом. Потому что все, что происходит сегодня в нашей жизни, это большое счастье, что мы здесь говорим о десятках миллионов бюджетных денег на социальные объекты, на развитие инфраструктуры, а они там бьются за то, чтобы мы просто были живы. Поэтому давайте помнить об этом каждый день. И помогать. Кто чем может. Мы не ждем ни от кого миллиардов. Мы не просим бизнес о миллионах. Мы просим о посильном участии. И вас, Алексей Георгиевич, попрошу здесь эту работу продолжить. С активом, с депутатским корпусом, с руководителями предприятий и учреждений. К большому сожалению, не все так думают сегодня. Не все участвуют. Это печально. Это печально и это расстраивает и порой выбивает из колеи. Особенно тогда, когда заказов на 2 миллиона, а на счете 50 тысяч рублей. Вы знаете, я часто общаюсь с парнями, находящимися там напрямую. Мы вообще взяли за принцип передавать из рук в руки все то, что вы аккумулируете и мы покупаем. Вот Сергей Лещенко сидит здесь с сыном. Они знают это не по-настоящему слышке. Сережа, спасибо вам большое и вашей супруге, и сыну. Это ребята, которые грузят все то, что куплено, и везут на передовую, передавая из рук в руки. Директор Мостовского водоканала седьмым рейсом грузится. Он, по-моему, рекордсмен сегодня по доставке. Нет? Наверное, вы рекордсмен. Кислова Галина. Девушка из Мостовского, Галина Кислова, которая не останавливаясь. И группу ведет, и средства собирает, и приобретает, и самовозит. Можно я закончу, да, коллеги? Будет у всех возможность сказать. Вы думаете, много желающих поехать? Это практически невозможно найти людей. Нам, наверное, кажется, что все у нас тут хорошо. Я хочу, чтобы вы прониклись этим чувством. Может быть, сегодня торжественная сессия не должна была... Я не должен был включать этот блок в свое выступление, но я с этим живу. Я с этим живу каждый день. Я не могу об этом не говорить вам. Потому что за мной ответственность, как сможет этот район сделать. И если мы понимаем, что происходит, если мы действительно сплочены и стоим плечом к плечу, мы эту работу поднимем на более высокий уровень. Если нам, простите, наплевать, ну, тогда чего нам ждать вообще впереди? Зачем нам что-то строить, что-то делать, улучшать? Для чего? Для кого? Сейчас идет работа по мобилизации. Добровольная мобилизация, безусловно. Это происходит сегодня. Каждый день работает военный комиссариат, работают военноучетные столы. Ну, ни для кого уже не секрет, что мы участники, по сути, Третьей мировой войны. Что у нас 30 стран Запада сегодня сражаются косвенно с нами. Абсолютно не секрет. Поэтому надо как-то все это прочувствовать. Что мы можем сделать здесь? Хороший, правильный вопрос. А мы можем с вами, а, помогать фронту, как можем. Как можем, повторяю. Я не ставлю никаких задач и планок. Как можем. Но только каждый. Представьте на минутку. Нас 69 тысяч. На 69 тысяч нам дают 690 миллионов на социальные проекты. В индивидуальном плане. Край выделяет эти деньги. Если мы по 100 рублей соберем с вами в месяц бойцам зону СВО, сколько получится? Как вы можете считать математикой? 69 тысяч на 100. Кто скажет? 6 миллионов рублей. 6 миллионов рублей. 100 рублей в месяц. Мы за больше, чем за год работы 10 миллионов собрали. Участвуем мы в этих процессах? Нет. И каждый сидящий в этом зале задайте себе вопрос. А почему? Значит, деньги у нас сегодня, слава Богу, есть. Их много. С ними надо уметь работать, Алексеевич. И это главная и основная задача. Не освоение средств ради освоения, а освоение ради результата. Это главная и основная задача, которая ляжет на вас. Более того, я вам скажу. Сегодня в работе новый документ, который называется план социально-экономического развития. И он объединяет в себе такое понятие, как базовый населенный пункт. И в последующем, в 50-километровой зоне населенные пункты, которые вокруг базового населенного пункта, у нас, ну, естественным образом, определен райцентр. Дополнительно к тому, что мы имеем сегодня в рамках индивидуального плана, планируется дальнейшая работа по, и в том числе и социальным объектам, и инженерным объектам, и так далее, и так далее, и так далее. То есть история с индивидуальным планом не закончится. Он временными сроками ограничен, но после этого не наступит вакуум. Конечно, в том случае, если мы победим. А мы победим обязательно. Какой ценой нам дастся эта победа? Потом история нам расскажет об этом. Но если мы не начнем все вместе, тыл и фронт, это делать сегодня, то, скорее всего, придется нам забыть о благах, о которых мы сегодня мечтаем, о которых мы сегодня говорим как о реальных планах. Я хочу, чтобы это каждый из вас понял. Я хочу донести это до вас, потому что некоторые вещи, поверьте, я знаю глубже и подробнее. Поэтому услышьте это. Что требуется от нас сегодня здесь, помимо поддержки? Добросовестная работа от предпринимателей? Немного. Сохранять ваш бизнес. В порядке содержать ваши объекты. Чтобы не глава вам ходил, делал замечание, что надо плитку, отвалившуюся на крыльце, поправить. Или цоколь побелить. Наверное, это как-то все-таки не его миссия. Хотя подсказать по-человечески, наверное, надо. Потому что каждый в заботах, каждый бежит. Жизнь сегодня динамична. И еще раз повторю, никто не требует от вас золотых, золотого обрамления никакого. Знаете, есть хорошее понятие. Бедненько, но чистенько. Вот так и должно быть. У кого нет возможности сделать красиво и хорошо, сделать и чистенько, пусть будет бедненько, но чистенько. И тогда Псибай заиграет новыми красками. И вы это все уже видели. Потом почему-то немножко расслабились. Теперь, наверное, надо вернуться к этому доброму опыту. И сейчас у вас как никогда наступил тот момент, когда вы, на мой взгляд, к этому готовы. Грузка, соответственно. Мы взаимодействуем со всеми общественниками. Ребята собирают с фронта заявки. Если они что-то не вытягивают сами, они идут к нам, мы фондом подключаемся. Для того, чтобы максимально в короткие сроки удовлетворить все потребности. Поэтому Совет Ветеранов, как структура, вокруг которого создан фонд, но это не фонд на самом деле, а группа людей, счет официально зарегистрирован. Есть возможность перечислять с телефона, наличными деньгами через Сбербанк, гуманитарную помощь аккумулировать, приносить ее в Советы Ветеранова. Главы помогут доставить ее в райцентр. Поэтому вот такой алгоритм. Все просто и понятно. Адресно отправляли. Адресно? Да, отправляли. Да, пожалуйста. Ну и чудесно, это же здорово. Я ровно поэтому вам и говорю, что я вас благодарю. Вы задали вопрос, куда? Вот запомните, главы и руководитель Советов Ветеранов. Это два человека, которые все знают, куда. Все понимают, куда. Если недостаточно рекламы фонда, это тоже вопрос к ним. Понимаете? Поэтому наша задача достучаться до сердца каждого. Я об этом говорил. Услышьте, вот я об этом говорил. Не о том, что вот вы сидящие в этом зале там что-то не делаете. Вы все все делаете. Мы это знаем. Мы знаем вас поименно всех. И спасибо вам за это. Еще раз. Все, давайте продолжим, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Всего вам доброго. До свидания.